Всем привет, дорогие друзья! Сегодняшний обзор посвящен новому бюджетному смартфону DOOGEE X30. Поставляется смартфон вот в такой вот упаковочке. На лицевой стороне мы можем увидеть номинование модели, картинку с изображением смартфона. На обратной стороне основные технические характеристики и, собственно, опять же, номинование модели. Внутри коробки. Сам смартфон, который изначально уже идет, одетый в силиконовый чехол. Причем чехол имеет вот такие вот заглушечки. Кстати, весьма неудобные в эксплуатации. Далее зарядное устройство. Что мы видим на нем? 5 вольт 1 ампер. Кабель microUSB. Защитная пленочка. Карантинный талон. И инструкция. По эксплуатации русский язык имеется. Несколько слов о самом смартфоне. Работает он под управлением операционной системы Android 7.0. На чипсете MTK 6580 с частотой до 1,3 ГГц. Это четырехъядерный чипсет. Ну, скажем так, наиболее бюджетный вариант, который вообще можно придумать. Более того, работает чипсет этот данный в связке с графическим чипом Mali 400 MP. Что также говорит о том, что высокой производительности от системы в целом ожидать не стоит. Это, конечно, то, что можно отнести к минусам. К плюсам, конечно же, следует отнести 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти. Также наиболее значительным преимуществом смартфона является то, что он обладает достаточно емким аккумулятором. Это 3360 мАч. Ну и любой китайский производитель сейчас стремится установить большое количество камер. В данном смартфоне это 4 камеры. Две основных, две фронталки. Фронталки по 5 Мп, основные по 8 Мп. Буквально несколько еще моментов по работе смартфона. В целом, к работе интерфейса лично у меня никаких нареканий нет. Все работает достаточно шустрым. Установлен свой интерфейс от компании DOOGIE. Сохромным количеством настроек, как мы можем видеть. Есть возможность скачивать темы из интернета. В целом, интерфейс мне, конечно же, очень-очень нравится. Что также следует отметить. Несмотря на то, что установлено аж 4 камеры в смартфоне, снимки получаются достаточно посредственные. Конечно, нельзя сказать, что этот телефон с претензией на высокое качество снимков. По звучанию я сейчас постараюсь продемонстрировать. Звук, рингтон. Увеличиваем громкость. Как вы можете слышать, весьма-весьма стандартное звучание для обычных средних китайских бюджетников. Также к гетостройству смартфона следует отнести то, что, смотрите, достаточно плотный пластик, металлическая рамка. Здесь мы можем видеть кнопочку включения-отключения, регулировка громкости. Здесь разговорный динамик, вернее микрофон. Порт microUSB для подключения к компьютеру, для подключения зарядного устройства. И также стандартный разъем 3.5. Следует сказать, что крышка снимается весьма-весьма тяжело. Сидит на смартфоне плотненько. Итак, здесь порт для карты памяти microSIM nanoSIM. И отдельный порт для подключения к карт памяти стандартной microSD. Ну, и здесь внизу разговорный, вернее, наружный динамик. Емкость аккумулятора 3360 мАч. В целом, качество сборки весьма порадовало. Смартфон смотрится действительно неплохо. Вот. Задний такой полуматовый пластик. Конечно, собирает все отпечатки пальцев, но, еще раз повторюсь, в целом смартфон смотрится неплохо. Разрешение экрана небольшое. Но пиксели, в принципе, неощутимы. На этом вводный обзор я буду заканчивать. Чуть позднее постараюсь сделать более подробно. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok